Несмотря на то, что наши знания о мире расширяются, кажется, мы теряем понимание того, что нужно делать, чтобы сохранить здоровье. Считается, что большое количество заболеваний связано с нашим непониманием к тому, что, когда и как и сколько мы едим. Одной из наиболее распространенных болезней, влияющих на нашу цивилизацию сегодня, является форма расстройства пищеварения, называемая повышенной кислотностью, когда желудочные соки вырабатываются неправильно или их слишком много. Нам нужны эти соки, которые по своей природе очень едкие, чтобы переваривать еду. Но излишнее их выделение или выделение не вовремя может быть очень опасным. Они разъедают стенки желудка, что приводит к гастритой язве. При помощи техник йоги и изменения диеты вы можете контролировать или даже избавиться от повышенной кислотности, стабилизировать функции вашей пищеварительной системы и снизить уровень стресса источником многих заболеваний. Здоровая пищеварительная система важна для нашего физического и эмоционального благополучия. Но наш организм часто страдает от повышенной кислотности и изжоги, нарушающих привычный образ жизни. Став на путь здоровья с йогой, вы сделаете первый шаг к лучшему пищеварению. Слизистая желудка Слизистая желудка очень чувствительна, и повышенная кислотность приводит к эрозии его стенок. Но причины повышенной кислотности не только физические. Кроме правильного питания, на нашу пищеварительную систему влияет эмоциональное напряжение и стресс. Так что избавление от стресса также важно, как укрепление внутренних органов. Позы с прогибом спины, такие как сету, банха, сорвангасана, охладят и ваш разум, и ваше тело. Когда вы растягиваете переднюю часть вашего тела, сжение в вашем животе, вызванное кислотой, уходит. Тело расслабляется, и разум получает сигнал, что он должен успокоиться. Спокойный разум и тело помогают сбалансировать секрецию желудочных соков в животе и контролировать кислотность. Лекарства от повышенной кислотности, такие как антоциды, антибиотики, часто дают временное облегчение. Со временем наше тело привыкает к лекарству и начинает противостоять его эффекту. В таких случаях вы найдете более действенные решения для ваших пищеварительных проблем в различных осанах. Скорее всего, вы начнете с поз, которые помогут облегчить симптоматику. Например, выведение газов из кишок при помощи позы Павана Муктасана. Но вам надо разобраться в причинах вашей повышенной кислотности. Нужно ли вам менять диету? Или ваша изжога – результат стресса, тревоги и других подавленных эмоций? Если вы поймете, что дело в диете, переместите внимание и самоосознанность, которую вы обретаете при помощи йоги, на ваши пищевые привычки. Следите за тем, что, когда и сколько вы едите. Растягиваясь в позах Сарпасана или Бхуджангасана, тренируйте сосредоточение или Дхарму, фокусируясь на дыхании. Следите, как оно течет внутри тела. Наполняет энергией ваши органы при помощи обогащенного кислородом воздуха. Если вы считаете, что причина повышенной кислотности стресс, добавьте в тренировки восстанавливающие позы. Используйте дыхание, чтобы успокоить разум и убрать напряжение и зажатость в теле. Вам помогут такие расслабляющие позы, как Шашангасана. По мере тренировок, сжение в желудке постепенно уйдет. Йога-сутра По философии йогов, повышенная кислотность считается разбалансированием чакры Манипура, физического центра энергии в районе солнечного сплетения. Это источник нашей жизненной силы, личной энергии, самооценки, а также место, где расположены интуиция и эмоции. Чакру разбалансируют глубокие психические и эмоциональные расстройства, которые приводят к нарушениям в процессе пищеварения. Это пища для размышления. Но во что бы вы не верили, и медицина, и философия йоги пришли к одному выводу, что осознание эмоциональных и физических состояний, приводящих к болезни, является первым шагом к исцелению. Тренировка с партнером может быть отличным способом развить искусство осознанности, а также вдохновляющим и оздоравливающим опытом. Йога дает большой объем знаний, которые охватывают как тело, так и разум. Хотя асаны — это позы, к ним надо подходить сосредоточенно и осознанно. Когда вы решаете определенную проблему с помощью йоги, важно во имя исполнения асан сфокусировать всю энергию на отдельной области тела. Если вы обратились к йоге, чтобы найти лечение от повышенной кислотности, в каждой позе вы также должны тренировать сосредоточение. Растягиваясь в позах с прогнутой спиной, сконцентрируйтесь на зоне живота и представьте, как эта поза успокаивает ваши внутренности. Чувствуйте, как каждое движение растягивает живот и расслабляйте мышцы живота. Мысленно перемещайтесь внутрь и представляйте, как успокаивается вся пищеварительная система от арта к пищеводу и до живота. На развитие сознания нужно время и усилие. Тренировка с партнером отвлечет вас от внешних раздражителей. Вы поможете друг другу сосредоточиться на выполняемых асанах. Двигаясь ритмично вместе, вы создаете во время тренировки непрерывность движений. Сосредоточьтесь и контролируйте ваше дыхание. Это поможет сфокусироваться на позах и развить самоосознание, что является важной частью йоги. Установление и сохранение баланса, будь то баланс в пищеварительной системе или баланс движений совместно с вашим партнером, требует постоянного внимания и работы. Помните, что повышенную кислотность нельзя отрегулировать за раз. Йога – это процесс, которым надо усердно заниматься. Изучайте позы, которые помогут вам успокоить жение в желудке. Соединяйте активные восстанавливающие позы. Выбирайте позы с поддерживаемым изгибом спины, боковыми наклонами, скручиванием, стойками с ногами на ширине плеч и в положении сидя. Избегайте наклонов вперед и перевернутых поз, которые разогревают тело. Старайтесь избавиться от подавленных эмоций, таких как злость и беспокойство, ведь они вызывают повышенную кислотность. Иногда попытки контролировать события вокруг нас создают больше проблем, чем пользы. Учитесь слушать ваше нутро буквально и отпускайте то, что удерживаете в себе – недовольство, стресс, страх. С каждым выдохом выпустите весь жар из вашего тела. Вдыхайте охлаждающие, спокойные мысли. Йога-сутра Здоровая пищеварительная система очень важна для нашего физического и психического состояния. Многие изматывающие и даже смертельные болезни возникают из-за проблем с пищеварительной системой. Поэтому древние йоги посвятили большую часть своих тренировок очистки и сохранению здоровья пищеварительного тракта при помощи асан, пранаямы и шаткармы или очистительных практик. Если вы страдаете от повышенной кислотности, выбирая упражнение, лучше всего охлаждать жжение в вашем желудке при помощи восстанавливающих поз, которые приподнимают диафрагму и растягивают живот. Избегать поз разогревающих тела, таких как стойка на голове и наклоны вперед. Вы можете контролировать кислотность, можете выбрать более здоровый образ жизни, разобраться, как нужно есть, какие делать упражнения и как расслабляться. Для начала сядьте в позу ваджрасана. Ноги сложены под собой, руки вместе в анжели-мудре. Закройте глаза. Поднимите язык вверх таким образом, чтобы кончик касался верхнего неба, а средняя часть — верхней губы. Затем с шумом вдохните воздух. Задержите дыхание, насколько сможете. Теперь выдохните, выталкивая воздух через ноздри. Снова вдохните ртом. Повторите упражнение еще два раза. Регулярные упражнения Ситкари Пронояма предотвращают чрезмерную секрецию желчи, и это уменьшает количество кислоты. Теперь подожмите пальцы на ногах, поднимите руки. Нагнитесь вперед в позу шашанкасана, которая массирует органы пищеварения. Поместите ладони на пол перед собой и упритесь лбом в пол. Теперь, не изменяя положение рук, вдохните и аккуратно проведите носом и подбородком по земле. Продвиньте грудь вперед, зависая над полом, пока она не окажется на уровне рук. Оставляя локти согнутыми, медленно продвиньте грудь еще вперед и вверх. Запрокинув голову, опустите бедра на пол. Когда вы выпрямите руки, возникает прекрасная кобра или бхуджангасана. Она открывает грудь, укрепляет пресс и стимулирует нервы спины. Расслабьте плечи. Душите, как обычно, расширяя грудную клетку. Теперь мы перемещаемся в другую вариацию кобры. Немного опустите тело, вдохните и, используя силу поясницы, поднимите бедра над землей. Локти, прижаты к телу, тело лежит на солнечном сплетении. Теперь поместите руки под тело и примите позу шалабхасана с поддержкой. Лежа подбородком на земле, поднимите вверх правую ногу и согните левую так, чтобы левая ступня располагалась чуть выше правого колена. Держите бедра ровно и следите, чтобы тело не качнулось в стороны. Расслабьтесь и немного подышите. Затем поменяйте ноги. Расслабьте руки и соедините их ладонями над головой. Прижавшись лобом к земле, лежите на животе, растянитесь и полностью расслабьтесь. медленно перевернитесь на живот. Лежите в позе шалабхасана, которая расслабляет тело и разум. Руки и ноги в нейтральной позиции. Ноги и руки разведены. Ладони смотрят вверх, а стопы в стороны. Закройте глаза и на вдохе расслабьте тело все больше и больше, растекаясь по земле. Чтобы контролировать повышенную кислотность, нужно укрепить или восстановить баланс в пищеварительном процессе. Это фундаментальный принцип йога-терапии. Начиная заниматься йогой, вы активируете врожденную целительную энергию. Вы совершенствуете осознанность, которая позволяет вам быть более чувствительными к потребностям вашего тела, а не к его желаниям. И в итоге вы принимаете решения, полезные для здоровья. Если вы страдаете от повышенной кислотности, важно сначала посетить доктора, чтобы исключить возможность какого-то серьезного заболевания, а затем углубиться в себя и найти корень проблемы, будь то пищевые привычки или психологическое напряжение. Антоциды лишь облегчат симптомы. Субтитры создавал DimaTorzok Для такого профи, как Йог Кэмерон, а Юроведа – это серьезный бизнес. Нужно быть гибким, дисциплинированным. Наслаждайтесь свежим воздухом и делайте это весело. Улыбайтесь, несмотря ни на что. Жизнь прекрасна на Майзен ТВ. Познакомьтесь с Йогом Кэмероном. Сегодня на Майзен ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все упражнения Асаны в этой программе выполнены профессионалами. Не рекомендуется повторить без надлежащей подготовки. Диабет – это расстройство метаболизма, при котором организм не производит достаточно инсулина или неправильно его использует, а инсулин превращает глюкозу в энергию, необходимую для поддержания органов и тканей. Диабет преследовал человечество веками, но именно сейчас достиг рекордного уровня. Он словно побочный эффект 21 века, когда стресс, плохое питание и избегание физической активности становятся все более распространенными. До изобретения заместительной терапии диабет был смертельным диагнозом. Даже сейчас ученые считают, что диабет неизлечим и только пытаются управлять его симптомами с помощью диеты и ежедневных доз инсулина и других лекарств. Однако, недавно было доказано, что занятие йогой вкупе с традиционной медициной стимулирует естественное восстановление организма. Диабет может настигнуть нас в любом возрасте. Хотя предрасположенность к диабету во многом определяется генами, избыточный вес и постоянный стресс ставят вас в группу риска. Если вы решите сделать йогу частью своей жизни, асаны помогут вам бороться с этой хронической болезнью. Физические упражнения – важная часть лечения диабета, так как они повышают восприимчивость к инсулину и понижают уровень сахара в крови. Но чтобы достичь максимального эффекта, занятия должны быть всеобъемлющими. Выполняйте такие асаны, как ардха-мациендрасана, которая стимулирует и очищает все внутренние органы, а не только поджелудочную железу, и оздоравливает тело целиком. В стрессовых ситуациях наш организм вырабатывает гормоны стресса кортизол и адреналин, которые повышают уровень сахара в крови. Осознанное расслабление с помощью асан, таких как пашчиматасана, активизирует парасимпатическую нервную систему и возвращает уровень гормонов стресса и сахара обратно в норму. Научившись сознательно расслабляться, вы сможете справляться со стрессом и достигать гармонии между душой и телом. Высокий уровень сахара в крови приводит к перепадам настроения. Йога научит вас успокаивать эмоции и управлять своим настроением. Она также помогает бороться с симптомами диабета без страха. Диабетикам бывает сложно сосредоточиться. Йога научит вас удерживать внимание и не отвлекаться. Закидывая ноги в халасане или наклоняясь вперед в адхамуха шванасане, вы сможете тренировать внимание, сосредоточившись на вашем дыхании. Еще одно преимущество осознанного дыхания в том, что оно помогает снизить уровень стресса, а значит и уровень сахара в крови. Некоторые позы, такие как Титип Хасана, кажутся сложными для тех, кто не в лучшей физической форме. Не торопитесь, начните с укрепляющих поз. Дайте своему телу время излечиться. Йога с утра Причиной диабета могут стать гены, плохое питание, избыточный вес, недостаток физической активности. Но главная причина – это стресс. В стрессовых ситуациях в вашу кровь выделяется адреналин. Это заставляет ваш организм повышать уровень сахара в крови, чтобы дать вам сил справиться со стрессом. Это в конечном счете и приводит к диабету. Но когда вы учитесь сознательно расслабляться с помощью йоги, вы не только учитесь справляться со стрессом, но и расслабляете нервную систему, снижаете уровень гормонов стресса и, как следствие, уровень сахара. Борьба с болезнью сама по себе вызывает стресс. И иногда занятия с партнером, который будет для вас моральной и физической опорой, творят чудеса. Как и при любом лечении, восстановление здоровья с помощью йоги – долгий и трудоемкий процесс. Когда вы решаете заниматься йогой с партнером, вы не только обещаете себе выполнять асаны регулярно и старательно, но и учитесь доверять вашему партнеру. При повышенном уровне сахара наклоны вперед могут улучшить ваше самочувствие. Помогайте друг другу выполнять асаны. Сейчас мы будемли проверять. И поехать. Скажи, якому человеку или я не могу говорить, Когда вы работаете, кто бы был войны по улучшению им, следствие материал держит герой, какое-то если кто-то была cloudная и заинтересованием, это초 reasons тем, не просто на что-то результат. Как и при любом лечении. И ответственно, и forehead состояние недавно, тогда процентачально звучит теорет. Скажите об подъезданую медкуpal ذ? Сейчас вы изгласноauge Connection? партнером жили чей кремонка и расширеннаяili 내� propridown. Продолжение следует... Продолжение следует...